Какая судьба этого объекта? Этот объект включен в план приватизации. Да, ну мы один раз его выставляли, да? Не продали. Следующая процедура какая? Уменьшение цены или без объемницы? Вам не только, а и только не из объема цены и публичные предложения. Будем еще продавать по оценочной стоимости. Мне просто тут как предложение такое, да? Ну я не знаю, насколько оно актуально, реализуемо или нет. Ну просто вот в плане этого объекта Ленин-126, да? Это здание гостиницы. Привлекательности нету, потому что сегодня на рынке практически движимости мало что продается. Если бы, допустим, мы смотрим те гостиницы, которые для современного не пойдет, потому что там низкие потолки, как для отеля современного. В основном все гостиницы, которые у нас есть, первые, вторые, третьи этажи из гостиницы Балаков, все офисные центры. И гостиницы Салют тоже офисные центры. Если взять, рассмотреть вопрос создания на базе этого помещения административный центр, то есть свести туда всех, кто есть, ЖКХ, УВДХ, там все управления по спорту, управления культуры, которые разбросаны по всему городу и занимают такие неприглядные помещения двухэтажные, чтобы человек пришел в один административный орган и решил все вопросы. А то он пришел в ЖКХ, его послали в УВДХ, из УВДХ послали в отдел капстроительства, офисный центр. В принципе, вот эти все здания, которые есть занимать сегодня, их все продать и вложить деньги, допустим, в ремонт. И это было украшением города. Административный центр, удобная парковка. Есть, значит, это самое, там, правда, частное помещение было, там, кафе, там, или как, борщов, там, да. Удобная была бы столовая, заработала бы. Соседство ветеранов было бы просто только радо такому, как говорится, соседству. Потому что если кто-то купит, оно может только подойти под хостел, да, что это такое. Это гастарбайтер. У нас такое есть в районе химволокно, но это за горлом. И если кто-то возьмет и сделает из этого, как бы, гостиницу для гастарбайтеров, представляете, какое будет это самое соседство, жилгородка в центре города, такой скоплень людей. А вот административным украшением стало, ну, это просто мое такое мнение. Они могут быть разные предложения у кого-то. Там гостиничные номера, очень неудобно. Ну, я не знаю, ну, а что нужно, допустим, для того же, я ходил во все заведения, там большие площади никто не занимает, скромно надо быть. Небольшие помещения, какой номер гостиничный, там есть одна, двухместные номера. В свое время там жили все спортсмены. Гостиница это была первая вообще в городе, путин спросом. Да, несовременная, но для офисных таких помещений, мне кажется, это реально. И эта цена, там, 8 миллионов. Я естественно думаю, что и в следующий раз на 8 никто, значит, уменьшит на 4 миллионов в два раза, да, если бы уменьшит. Но продать это по цене там двухкомнатной квартиры, мне кажется, это не совсем как бы разумно.